Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль кода Octavia 2013 года выпуска 1.2 Turbo на механике побежал антифриз если смотреть не по ходу, а со стороны радиатора на двигатель с правой стороны, ближе к коробке, сверху где термостат стоит похоже, что под прокладку побежал антифриз сейчас покажу вот здесь, с правой стороны откуда у нас патрубки подходят вот этот корпус целиком бежит не из патрубков ничего, вся коробка в антифризе здесь и сверху вот здесь, если приглядеться видно тоже, антифриз стоит сейчас снимем аккумулятор снимем то, что нам мешает хотя бы определиться с какого места именно течет что разбирать дальше на данный момент снимаем батарейку так, ну аккумулятор мы сняли сняли здесь 3 болта крепления площадки здесь на проводке клипсу сняли и вот эту клипсу сняли провод убираем теперь площадку полностью вытаскиваем хорошо видно снизу на корпусе висит капля вот этот корпус нам надо будет сейчас снимать все патрубки разъединять сейчас поднимаем автомобиль сливаем антифриз и уже разбираем здесь сверху дальше краника на этом автомобиле не предусмотрели здесь два радиатора вот с нижнего радиатора который маленький снял патрубок один это если по ходу движения автомобиля с правой стороны сейчас антифриз у нас стекает не особо его там и много стекает но тем не менее этого хватит чтобы у нас сверху потом не бежало потоком так антифриз у нас сбежал одеваем на место патрубок стопор возвращаю на место и одеваем его до щелчка не хочет смажу силиконовой смазкой резинку с резинкой встала и защёлкнется опускаем автомобиль так ну что по одному снимаем все хомуты 2,3 кротэт утка 2,4 и 3,5 3,5 петра 1,5 9,5 обработан у нас и Ну что, подстегивал я патрубки все. Здесь получилось сверху два, сзади один патрубок. Здесь я разъединил патрубок, с патрубка снял, отвел в сторону. Два патрубка на радиатор, которые идут основные, берем, убираем. Антифриз у нас все равно здесь еще присутствует и не сбежал весь. Так, ну основные мы патрубки все сняли. Также отстегнул проводку, снял здесь клипсу, здесь клипсу и вот клипсу с корпуса. Ну а теперь откручиваем корпус по периметру. Здесь бит от Торкс Т-30, вот эти вот саморезы, вернее не саморезы, а здесь болты. Вот такой длины они. Длины. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 А не прокладка. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот отсюда и побежала. Я думал, что эта прокладка побежала, а эта помпа побежала сама. Вот такая здесь хитрая помпа. Поехали за новой. Здесь уже видно на мыло потихонечку потихонечку и набралось. Здесь сидит она, если с этой стороны посмотреть, раз, два, три, четыре, пять. Пять болтов. Болты вот такой длины. Ну и крышка сидит у нас на двух болтах, тоже торк с Т-30. Вот она такая новая помпа. Вот она такая новая помпа. Высокая идет. Высокая идет. Берем, устанавливаем. Сейчас ремешок протру, а то он немножко намок. Так, берем ремешок, надеваем на помпу. Это пик固. Если еще раз. Выбливаете фото? 1985, онаimos. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, все пять болтов наживили, затягиваем их... Так, затянул, переставил вот это крепление... Ставим на место крышку... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот клипсы которые снимал здесь и здесь также клипса вот это вот заводим на место снимаем заглушки ставим на место вакуум ну что надеваем патрубки это не простудно КОНЕЦ 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 Все, тасольные патрубки мы все одели, теперь одеваем воздуховод. КОНЕЦ Все, он сверху и снизу на простых защелках. Одеваем на место трубочку, датчик и устанавливаем площадку аккумулятора на место. КОНЕЦ 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 Клипсы защелкнули от проводки, устанавливаем батарейку. КОНЕЦ Заливаем антифриз и пробуем заводить Ну, вошло мало антифриза Здесь система воздушится Сейчас зальем, сколько пойдет Снимем здесь трубочку 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 Ну все, надо заводить. Субтитры сделал DimaTorzok Все, помпу мы вот этот корпус заменили, бежала помпа, воздух, когда системы еще вот здесь вот видно снимал шланг, но помимо этого надо будет автомобиль на подъем загнать, чтобы правая сторона передняя была на пригорке, чтобы антифриз в печке воздух выгнал и будет все нормально. На этом все. Всего вам доброго!